Здравствуйте, Анатолий, сжигатель калорий. Это была заготовленная шутка. Да, кстати. Но это не совсем шутка, я думаю, так и есть, в принципе. Первый вопрос вполне типичный. Когда интересуешься у исполнителя, как вам кривой рок, как его публика, обычно отвечают все круто, классно. Как вы думаете, люди врут или говорят правду? Ну и, конечно, хотелось бы услышать ваш ответ. Я еще не знаю, как будет. Но обычно здесь нормально, ну как обычно, в кривом року может быть. Я думаю, ты понимаешь меня. Понимаю. Собственно, вот мой ответ. Понятно, что никто не хочет обидеть кривой рок. У нас, да, суровый угол. Я тоже не буду обижать его. Мне он, кстати, очень нравится. Нравится тем, что в 5 утра можно отсюда уехать. Ну не в 5, в 6. У меня поезд в 6, поэтому я очень рад от себя. Это да, хорошо. Вы в Кривом Роге уже далеко не в первый раз. Можете вспомнить какой-то самый запоминающийся клуб выступления у нас в Кривом Роге? Нет, я не помню. Да его достаточно много, я как бы... Ну, блин, память засорять выступлениями в Кривом Роге. Ты что? Ну, засорять. Ладно. Ты же хотела, чтобы в этом ключе было, так давай до конца пойдем. Все, поняла, хорошо. Небольшой такой анализ от диджея Топольского. Как изменилось количество посетителей в клубах по сравнению с прошлым годом, скажем так? Ну, а ты как считаешь, как? Я думаю, ты знаешь ответ. Естественно, стало меньше. И это логично, потому что в стране война идет вообще. Ну, я вам хочу сказать, вот мы посещаем концерты. По концертам, я бы так не сказала. В клубах было очень давно в последний раз, поэтому тяжело судить. Ну, в клубах меньше, но концерты больше, особенно украинские сейчас. Потому что, да, но люди почувствовали, что людям стало нравиться украинское творчество. Что достаточно и весело, и странно. В любом случае, это лучше, чем было раньше. Поэтому это нормально. Но опять-таки война идет. Люди хотят, ну, как бы часто бывает психологически, когда что-то не очень хорошее происходит. Люди, наоборот, ходят в большем количестве в клубы и на концерты, потому что они хотят как-то от этого всего избавиться ада. Ну, наверное, я-то считаю так. Как-то так. Возможно, да. А ввиду ситуации, которая сейчас в нашей стране, изменилось количество ваших выступлений? Ну, да, их стало меньше. Слушай, ну, я диджей, я же не пивешный анука, допустим, какая-нибудь. Или там, не знаю. Я же диджей-то польский. Я всегда об этом говорил. Диджей-то польский. Что может быть хуже, чем быть диджеем-то польским? Хуже? Да. Самокритично. Ну, да. Забыла вопрос. Не парься. Я вот это вот все пропущу, да? Да. Небольшой анализ. Да, анализ не может проверить. Ну, я, кстати, анализ в больнице был на днях, мог бы анализ вытащить. Вот, извините, я вспомнил. У меня, кстати, большой анализ. Я просто очень долго выждала и, честно, все вылетело из головы. Вы уже не первый год выходите к публике. Как изменились ваши ощущения по сравнению с первым выходом и вот по сегодняшний день? Ну, слушай, я не знаю, что сказать. У меня вообще есть такое ощущение, что я вот сейчас что-то говорю. Это, во-первых, никому не надо. Это, во-первых, мне не интересно. Это, во-первых, людям не интересно. Я думаю, какой-то чувак непонятный сидит, какую-то херню несет. Вот, ну, а реально большинство жителей кривого рога, ну, кто такой диджета пульсика? Даже чувак вот такой думает, блин, дурак, что ли, этот, кого мы унитурием берем? Я, кстати, привела вам вообще самого истинного фаната, это правда, вот он очень просился. Ну, он-то ладно, а вот этот парень думает, вот он представительный кривой рог, он думает, что за, блин, дебил? Пять раз? Пять. Вот если бы вы сказали бы то же самое обо мне, может быть, да, это прокатило. Ну, возможно, но мне просто так, ну, прикольно, ну, я не знаю. Ну, реально, вы классные, потому что очень низкие линии и правильно все говорите. Не, ну, я говорю так как есть. Ну, реально большинство людей моим вообще ничего не говорит. Я как был, вот, Гребничков говорил, если ты в андерграунде, значит, ты в жопе. Так я вот, грубо говоря, в этой жопе уже лет 20 нахожусь. То есть я как был 20 лет назад в андерграунде, так как ни странно и ни тупо я в ней остался. Можно, можно, с одной стороны, сказать, что я какой-то лузер, потому что я до сих пор в нем нахожусь. А можно наоборот сказать. И тут как на это посмотреть. Но факт остается фактом, что для большинства людей до сих пор вся моя музыка, все очень, мое творчество является очень чем-то отдаленным. Возможно, это и хорошо, возможно, это плохо. Я не знаю. Я хотел бы, чтобы это было более массовое, но как-то что-то у меня не получается, наверное. Или не знаю. А может, и получается, может, я не в курсе об этом. А в чем причина, как вы думаете? Да у меня вообще никакой причины нет. Потому что я сижу дома в интернете, и я не знаю, как на самом деле происходит. Понимаешь? Я не знаю. Не оцениваю. Я не могу оценить популярность нашей музыки. Вроде там по видео ее смотрят много. Вроде бы на наши фестивали ходят тысячи человек над Роман Бейсом. Ну, как бы, не знаю. А в клубах, как в клубах, вот как здесь. У нас же достаточно андерграунда. Согласись. Это всегда. Это все 20 лет. То есть нет такого красивого. Сейчас вот диван не стоит. Там что-то такая вот. Все как всегда. Это нет. Это не то, что здесь именно. Это всегда такое. Это везде. Дети вот. Дети цветы жизни. Так это прекрасно. Дети. Да много людей было. Я снимал у вас на клубах. Детей. И вас снимал. Дети. Да много. У нас все. Очень много. Да. На клубах ли есть такое? Нет, так везде нормально на самом деле. Все нормально. На самом деле все прекрасно. У нас уже такая разговор пошел. О детях. Семейный. Просто тоже ребенок. Как планируете провести праздник, который будет буквально через пару дней с семьей, либо же за диджейским пультом? Ну я буду играть на Пасху, естественно. Что же я еще могу делать-то? Ну я схожу в церковь. А потом пойду на Пасху. С наступающим праздником. Точнее наоборот. Я пойду на Пасху, а потом пойду в клуб. Просто один раз была такая ситуация некрасивая. Я шутил, что я там что-то там потреблял наркотики, а потом пошел в церковь на Пасху под амфетамином. Естественно, это была шутка, потому что наркотики я уже не потребляю лет 25. И я, собственно, раз в жизни курил. Один раз. Ну а в интернете это видео разошлось, и что я на Пасху хожу. Да это неправда, это ужасно на самом деле. Я просто пойду на Пасху как обычный гражданин Украины. Трезвый и без наркотиков. Да, я не употребляю алкоголь и наркотики много лет. Ну все, ждем вашего выступления с наступающим праздником. И тебя также. Спасибо.